в принципе приходит в довольно таки защищенном боксе получается коробка в которой легко разобраться и не повредить вторую ну и соответственно второй коробок уже непосредственно с самим прибором но опять же это так чисто для домашнего использования что-то серьезное починить им в принципе можно если приложить очень много усилий ну зачем если есть другие ESR метры там допустим обычный мультиметр который позволяет делать гораздо больше и точнее измерения это так быстро что-то проверить кстати не проверяет полностью ампераж здесь все довольно таки защищено упаковано хорошие 20 амперные щупы шнур для зарядки и термопара бумажечка еще одно описание на английском и китайском языке ну и в принципе все разобраться большого труда не составит типа все у мишных пакетов таких везде наклеечки но опять же лучше наклеить защитное стекло какое-то если планируете пользоваться постоянно включается всегда в авторежиме кнопка включения снизу контакты подставки нет и это конечно минус но хотя в принципе большой сочный дисплей в этом плане отрабатывать на все 100 зарядка micro usb а хотя нет тайп си все-таки тайп си и избе термопара ничем не примечательная двухконтактная все как обычно щупы мягкие силиконовые кстати очень мягкие кабель я думаю дубить на морозе не будет более-менее качественные щупы с тонкой иглой попробую подтестить в авторежиме диод не видит здесь давай 4 киловом а тут почему не видит а этот соседний так сопротивление прикольно это сопротивление что нам покажет если переключить частота температура так вот сопротивление что есть еще одно сопротивление сопротивление здесь получается диоды и прозвонка проверим диод в плате но почему так непонятно 361 конденсаторы чтобы мерить надо переключаться здесь вроде бы адекватно нет все таки надо будет выпаивать хотя нет нормально номинал тысячи метров проверяем еще раз здесь у нас это микрофород да уж за 200 микрофород 230 показывает на платье вот так вот, кстати, светодиоды следующий этап в mojejиде видно и дуэль даже загорелся неплохо ну частности будет использоваться до прозвонки и автопроверки напряжения потому что в этом режиме он проверяет только напряжение постоянное переменная и сопротивление но больше принципе из основного а еще и прогонка кстати здесь в общем когда так